Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю чудесные рогалики с повидлом на дрожжевом постном тесте. Получаются они очень мягкие, пышные и, конечно же, невероятно вкусные. Приготовить их очень просто и не займет у вас много времени. Ну а пока мы не начали готовить, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. В глубокую миску выливаю теплую воду, всыпаю сахар, дрожжи, пакет ванильного сахара, щепотка соли и 2 столовых ложки растительного масла. Немного размешаю лопаткой и в несколько этапов добавляю просеянную муку. Изначально всыпаю немного больше половины от общего количества. Замешиваю тесто. Тесто еще довольно мягкое. Подсыпаю 1 столовую ложку муки с горкой и перехожу на ручной замес. Тесто в себя вобрало всю муку, но остается слегка липким. Высыпаю на рабочую поверхность примерно 1 столовую ложку муки. И продолжаю вымешивать. Вот такое мягкое и эластичное тесто у вас должно получиться. Оно слегка липнет к рукам, но подсыпать муки больше не стоит. Слегка припыляю рабочую поверхность мукой. Тесто подкатываю в такой колобок. Накрываю миской и оставляю для подъема примерно на 30-40 минут. Прошло 40 минут. Просто превосходно поднялось тесто. Приподнимаю его с помощью шпателя и вот так немножко обминаю. Вес теста 640 граммов. Разделяю на 2 части. Примерно по 320 граммов. Если тесто сильно липнет к рукам, припылите немного рабочую поверхность мукой. 2 кусочка подкатываю вот в такие колобки. Чтобы с тестом было проще работать, накрываю его пленкой и оставляю отдохнуть буквально на 5-7 минут. Тесто отдохнуло. Одну часть я убираю в сторону на поверхность, припыленную мукой. Сверху также тесто немного припылите мукой. Снова подпыляю рабочую поверхность и немного теста. Раскатываю скалкой в круг. Периодически расправляю тесто, чтобы оно раскатывалось равномерно. Если оно начинает прилипать к поверхности, то добавляйте немножко муки. Вот так довольно тоненько нужно раскатать тесто. Дальше беру кондитерский шпатель и разделяю его напополам. Каждую часть делю еще раз напополам. И так как рогалики у меня будут небольшого размера, поэтому разделяю на треугольники поменьше. То есть еще раз напополам. Всего получается 16 треугольников. Для начинки я буду использовать вот такое густое яблочное повидло. Начинка может быть любая, главное, чтобы она была густая. И понемножку выкладываю на широкий край. Примерно половина чайной ложки. Готово. Начинаю скручивать рогалики. Широкую часть вот так загибаю и немного пальчиком защипываю. Без особого натяжения скручиваю рогалик. Вот такие маленькие, красивые они получаются. Переношу на противень. Со второй частью теста поступаю так же. Готово. Накрываю пленкой и оставляю на расстойке примерно на 15 минут. Аккуратно снимаю пленку и сверху рогалики смазываю просто сладкой водой. В соотношении на 2 столовых ложки воды примерно 1 столовая ложка сахара. И сверху посыпаю сахаром. Отправляю рогалики выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 18-20 минут. У меня электродуховка, выпекаю на режиме вверх-вниз. Друзья мои, рогалики готовы. Вот такие пышные, румяные и красивые они получились. Вот такое мягкое и воздушное тесто. И вот такой рогалик получается внутри. Тесто получилось пористым и отлично пропеклось. И обратите внимание, насколько много начинки. Вот такие чудесные рогалики с повидлом на постном тесте я вам рекомендую приготовить по моему рецепту. Обязательно пробуйте и делитесь вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну а я вам желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем удачи, всем пока!